Сегодня мы с вами вкратце поговорим про 46-ю страницу трактата Кедушин. Здесь есть Мишна, я попробую ее объяснить, и пару слов по отношению к геморре. В основном все технические детали, опять же, не имеющие практического значения почти никогда. Я уже говорил не раз, что наши мудрецы иногда рассматривают редчайшие случаи, и в таких ситуациях я делаю очень короткий урок, чтобы хотя бы что-то сказать по отношению к дафу. Значит, Мишна говорит, что тот, кто сказал женщине, будь мне микудэшит с помощью этого финика. Мы уже когда-то обсуждали в начале нашей геморры, что в случаях Кедушина чего-то, что может быть стоит пруту в каких-то ситуациях, мы говорим, что она сафик микудэшит. Для нас любая маленькая вещь, которая обычно не стоит пруты, в те времена, ва всяком случае, финик не стоил пруты, тогда прута была, я уже говорил, в отношении серебра, в эквивалентах, может, одному или двух центов. Но в отношении покупательной способности на пруту можно было купить несколько фиников, как описывает Ангимора. Но говорится, мы боимся, что финик может стоить в мидии целую пруту. Есть разные мнения, почему именно в мидии, да, потому или что они такие богатые были, или что у них не было особенно много фиников. Но, во всяком случае, мы боимся, что финик может иметь такую цену где-то. Кстати, по некоторым мнениям имеется в виду, если это такой вид пищи, которую можно донести хотя бы до этого места, и он не испортится. Если какую-то пищу, которая быстро портится, использовали для Кедушина, тогда мы не говорим, что боимся, что где-то она стоит дороже, потому что до этого места просто ее не донести. Но другие считают, что во всех случаях, если она где-то может стоить пруту, мы уже боимся, и на всякий случай нужно герд, если они не собираются в результате жениться. А если собираются жениться, конечно, нужно сделать новый Кедушин. Но вот здесь обсуждается, да, если не беспокоиться сейчас об вот этом особом законе, что для нас всегда любая вещь, даже недорогая, на всякий случай мы боимся, вдруг она стоит дороже. Но в отношении буквы закона и сторы, женщина, если ей сказали, «Харят мекудешет ли» этим вот фиником, и он сказал несколько раз, каждый раз на новый финик. То есть он как бы подчеркнул, что каждый финик оценивается отдельно. Не все вместе, не вся корзина фиников, а по одному. Каждый финик, он говорит, «Харят мекудешет», «Харят мекудешет». Получается, что он не сделал Кедушин со всеми этими финиками. Поэтому из его выражения мы учим, что должен быть один из фиников, который имеет стоимость пруты. Если хоть один финик имеет стоимость пруты, тогда этот Кедушин сработал. А если нет, то нет. Ну, как я уже сказал, для нас это означает все равно сафик. Вдруг какой-то финик стоит хотя бы пруту где-нибудь в миде. Так вот, если же он сказал все это вместе, безо, 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 за этим фиником, и этим фиником, и этим фиником, тогда он их сгруппировал как бы. Тогда достаточно, чтобы стоили пруту все эти финики вместе. Так, допустим, она съедает каждый финик. Он едаёт финик очередной, она его съедает. Тогда вот закон такой, что она мекудешет только если стоит один из них пруту. Игемор объясняет, один из них имеет в виду последний. В смысле, все остальные, которые она успела съесть, пока он не закончил свой Кедушин, они просто халва, как бы, как будто он их занял. Да, в смысле, что раз она для Кедушина это не использовала, она это съела сразу, то получается она теперь просто должна ему деньги за это, как будто он не занял этот финик. И только последний финик, им он может её мекадыш в такой ситуации. Поэтому, если она каждый раз съедает, то мы не только не соединяем вместе всю стоимость этих фиников, но и, более того, даже отдельный финик не поможет. Здесь только последний финик, если стоит пруту, тогда она будет мекудешить, согласно нашему Талмуду. Так вот, одна интересная здесь судья на второй стороне страницы, если человек своей сестре сказал «Гаррият мекудешит ли», мы знаем, что Кедушин не работает с сестрой. В смысле, не только, конечно, запрещено иметь отношение с сестрой, это очень строго запрещено, это одна из райот, так сказать, инцест, но вдобавок и сам Кедушин не срабатывает. Бывают случаи, когда есть запрет жениться на какой-то женщине, но если он сделал и Кедушин, Кедушин сработал, и нужно давать гет потом. А вот если человек, например, взял кольцо или какие-то деньги и сказал сестре «Ты мне мекудешит», то это вообще не срабатывает, никакого Кедушина здесь нет в принципе. Невозможно сделать Кедушин с женщиной, которая эрва, которая запрещена под страхом карет или под страхом смерти, да, если он маме или дочке или сестре сказал «Гаррият мекудешит ли», это все чепуха. Но вопрос в том, что делать теперь с деньгами? Оказывается, на этот счет есть диспут. Раф считает, что нужно вернуть назад эти деньги или это кольцо, а Шмоль считает, что он ей подарил таким образом. Ну и детали всего этого и разные доказательства, которые они используют, уже выходят за рамки нашего урока, и мы на этом закончим на сегодня. Если вам нравилось это видео, пожалуйста, жмите лайк и, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!